Борьба как норма жизни. Так называется проект, ставший победителем четвертого этапа конкурса «Химия добра» корпорации «Тольятти Азот». Грант в размере 200 тысяч рублей, наградная амуниции, сувениры. Все для достижения главной цели – развития традиций тольяттинского спорта, воспитания здорового поколения, мотивации работать над собой, быть сильным, уметь побеждать. Сегодня мы проводим турнир в памяти Ивана Самылина. Это основатель вольной борьбы в городе Тольятти, который отдал свою жизнь для развития этого нашего вида спорта. Много детей занималось в 70-80-е годы, и поэтому человек ушел из жизни, и мы увековечили его память, проводим эти соревнования. Хочется сказать большую благодарность Министерству спорта, Управлению физкультурой спорта городского округа Тольятти, нашим партнерам. Наш турнир держится благодаря нашему генеральному спонсору корпорации «Тольятти Азот». По химии, химии добра, проект, который сейчас ведется уже несколько лет, мы получаем помощь, закупаем медали, кубки для проведения наших соревнований. Проведение турнира в памяти Ивана Самылина, организованного в спортивной детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер 5, совпало с юбилеем самой школы. Ей исполнилось 45 лет. Это несколько поколений спортсменов, которыми гордится город и страна. Но главное – это образ жизни, счастливое мироощущение здорового, сильного, уверенного в себе человека, начинал который здесь, с первых побед и поражений. Я желаю много в школе побед. Поддержать ребят на турнире и поболеть за них пришли представители коллектива «Тольятти Азот». «Тольятти Азот» традиционно поддерживает многие городские проекты. И в рамках нашего проекта «Химия добра» уже не первый год поддерживаем и эти соревнования. Социально значимый проект, поддерживаем спорт. Сегодня здесь очень много ребят, молодежи. Мероприятие нацелено на развитие здорового образа жизни, будущего наших спортсменов. Поэтому я думаю, что сегодня все удастся. «Химия добра» помогает развивать разные направления. Это образование, физкультура и спорт, и культура. И все проекты абсолютно являются уникальными. «Дюшор номер пять» уже не первый раз участвует в нашем проекте. Очень много призеров, очень много соревнований и очень много участников различных уровней. Пожелаем юным спортсменам побед над противником и, конечно, над собой. Ведь хорошо сказано кем-то, победа не всегда означает быть первым. Победа – это когда ты стал лучше, чем был.